Снова всем привет дорогие друзья, с вами Джек Шепард и мы продолжаем играть за отбросов, точнее продолжаем технические поражения получать. Это третье техническое поражение за последней серии 5. Я не знаю в чем дело, может быть мне и в меню не надо заходить, ну точнее как не заходить в меню. То есть у нас включается пауза между таймами и игра меня выкидывает и дает поражение 0-3. Все, я ничего с этим поделать не могу, я не знаю почему так происходит, но у нас осталось всего лишь 4 матча, чтобы остаться в 4 дивизионе. За 4 матча этих нам нужно набрать 7 очков. Ну что ж, соперник найден, BBVA и Бундес, судя по всему это должен был быть гибрид, но нет, это просто Бундеслига. Очень добротная Бундеслига с Рамосом, но опять 2 супер быстрых фланга, снова ЦАП, это я уже миллиард раз видел. Хотя вот эта схема даже наверное больше не нравится, тут даже 2 опорника, но тут только один форвард по сути. Но, в общем не знаю, смогу ли я сдержать быстрые фланги или нет, это мы увидим в конце матча на табло. Ну потому что он только туда и играет, ну посмотрите, снова на фланг, снова в центр. Все, я буду теперь только от своей игры отталкиваться, плевать что они там как играют. Варгас на Лукаку, прошла эта интересная передачка и с левой ноги еще раз, гол. 1-0, отброс выходит вперед. И это был непростой заброс, то есть я отдал передачу на Лукаку, вернул ее назад, увидел как он открывается в линии вместе с защитниками и отдал туда передачу. То есть это все было очень хорошо продумано и вот, пожалуйста, мяч между ног забивает Лукаку Лену. 1-0 мы ведем. Но был уже такой один матч, где мы забили первыми, а потом пропустили 8 мячей и 2 красных получили. Крулл, сейв, ну и прям на ноги Рамос. 1-1. Я уже перестаю радоваться, когда забиваю первым. Ну, Сантон, ты же переиграла бы Миянга. Нет, а Бомиянг идет, идет. Удар в ближний, гол. 1-2. Лукаку! Сразу. 2-2. Лукаку делает дубль и возвращает нас в игру. Лукаку, забивай! Че это было? Ну-ка покажи... Не показали повтор. Лукаку просто, по-моему, с мячом упал, пытался пробить, но его нога застряла в защитнике. Лолана хорошо убрал. Бей! Ой, красавчик, вот это гол! Адам Лолана. 3-2. Молодцы. Нет, ну вы видели, вот этот здесь как-то защитник убрал, потом пауза, все защитники мин пробежали и гол. Это очень напоминает мне гол одного футболиста бразильского в матче под Челси. Очень напоминает. Ну что ж, вот мы и вперед вышли. Ну что ж, это был очень интересный первый тайм. 5 ударов, 4 ствола, 3 гола у нас, 80% точность ударов, у него 100% точность ударов. Ну и точность пасов у нас, конечно, хуже. Но атаки, как мне кажется, попасться в трюс. Лолана в этом матче просто великолепен, как, в принципе, и мои нападающие. Я пока все оставлю без изменений. Второй тайм. Варгас, прекрасно, Родригес, убрал и бей. Ух, а если бы в дальний угол? Варгас, шикарно убрал. Еще одного и... Ух, ну если бы он это забил. Это был бы просто его гол. Ой, какая передача, откуда уйди. Если Варгас это примет, если Варгас этим пробежит, если Варгас еще и гол забьет, он только забивает Варгас. Это лоу. 71-ая минута, пришло время замены. Картик отустал. Пожалуй, я не штайнер, ух, еще зверя, вместо Варгаса, наверное. И вместо Лолана и Челкануло. Нужно удержать победу и по возможности еще забить. А у него Боатенк. Кевин Принц, вышел из Хаби Алонс, потому что Хаби Алонс и так скорость нет. Он еще устал. В общем, парень опорочку решился лежать. Нет, я видела. Я думаю. Кемпринц Боатенк. Лифт 1 в 1. И он не забивает. Крул, красавчик. Пас, зверь, давай, 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 зверь. Это твой час, зверь. Это твой час. Чтоб пробить по вратаря. Да ладно, и не было Овсайда. Рамас. Сразу решил пробить, а Крул это вытащил. Я вывел чуть-чуть Крула и потом вернул его обратно. Чтобы как раз вынудить его пробить. Нет, 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 нет. Родригес очень плохо. Все, 5 минут добавлено к матчу. С Антон. Хорошо. Передача вперед. Нет Овсайда у Зверя. Нет Овсайд. Лукаху травмируется. Богоиздевайзи, что ли, а? Все, мы победили. 3-2. Фух. И вылеты 0-3 нас не сломили. Мы выиграли матч. Супер-мега нужный, ребят. Три очка. У нас теперь их 6. Нужно набрать еще 4 очка в 3-х матчах, чтобы остаться в дивизионе. И со второго захода уже пойдем штурмовать 4-й дивизион. Крул 9-0. Лучший игрок матча. 2 гола у Лукаку. 1 гол, по-моему, Лолан забил, да. А у него Гетц и Рамос. А сколько сейвов Лена сделал? 12 сейвов. Ну, статистика. А так и остается, что где-нибудь по 10 сейвов делал портали соперник. У нас 7 ударов 5 в створ, у него 8-6 в створ, то есть на 1 удар у нас превосходил. А так, в принципе, мы, конечно, заслуженно победили. Я хочу лишь... Нет, я не хочу смотреть награды. Я хочу посмотреть лишь гол Лоланы. Потому что, мне кажется, он был забит супер шикарно. Вот, посмотрите, что делает Лолана. Получает мяч. Это реально какое-то у него второе рождение, потому что одно время он очень неплохо себя в дриблинге показывал. Потом как-то стал меньше в основу попадать. И тут снова... Посмотрите, вот это вот момент. И все защитники просто в шоке. И он с места бьет. Великолепно. 3-2-6 очков. Так даже интереснее, знаете, с поражениями, когда реально ты борешься за каждое очко, чтобы хотя бы остаться в дивизионе новом, в котором мы попали. Это круто. 2-400. Хорошо. Но на 2-400 я ничего, по-моему, открыть не могу. Я уже теперь думаю, что серебряные паки пооткрывать. Потому что я знаю, есть суперкрутые серебряные игроки. Но даже, чтобы вот такой пак открыть, нам нужно 2-500 монет. А у меня 2-400. На золотой пак теперь я вообще не знаю, как его буду копить. Продавать никого не охота. Так, что у нас тут по этому? Самтон встал. Давайте мы физформу дадим. А еще у нас... Джонсон встал. Аж до 60. Так, все остальное вроде норм. Так, команда по классу. Тут, в принципе, наверное, так все останется. Защитника я держу на всякий случай. Снейдера, наверное, в следующем матче выпущу. Вот так вот. Так, ну и поехали играть второй матч. 6 очков дались нам сроком. Причем обе победы в 4-м дивизионе мы одержали с счетом 3-2. Следующий наш соперник. Снова русский, рулезок. И... Это лига BBVA. Вместе с АПЛ. 5 игроков из АПЛ. 6 игроков из лиги BBVA. Будет интересно. Камп Ноун. Барселона принимает отбросов. Кабуль. И неужели не было офсайда у Варгаса? Не было офсайда у Варгаса. Забивай, братья. 1-0. Эдуардо Варгас. Открывает счет. Здесь он от пике ушел, от всех ушел. И от бабушки, и от дедушки. И от Браво. Ну вы типа видите, да? Что он делает? Русский. Русский. Ой, как мерзко. 0... 1-1. 0-1 говорю. Можешь и все повторю посмотреть. Кру. А, я думал международный пустин. Мяч просто рядом пошел. 1-1. Вот так вот быстро. Волк там. Через центр поля. И драсти, привет. Лукаку, молодец. Забить нужно, дружище. Забить. И ты это делаешь. Ну, он сейчас снова, конечно, Волк там побежит. В этот раз я постараюсь его остановить. Надеюсь, получится. Лукаку, молодец. Да, остановили. Лолана Шурли просто перегнули и вогнул. Родригес, Лукаку. Как он сейчас не забил. Мяч попал в штангу. Как-то молодец. Подкараулил защитников и выскочил резко. Варгас. Хорошо. И там пас только наверх отдай. Лукаку забьет. И Лукаку забивает. 3-1. Шикарно разыгранная атака. Посмотрите, Варгас проскочил. Отдал пасу. Лукаку был там, где нужно. Очевидной гол. Здрасте. Он снова волк не побежал. Я думаю, вы это сразу поняли. Ой-ой-ой-ой. Матьё. Бывший отброс. Фифе-14 был отбросом. Он тогда еще за Валенсию играл. И забивал за нас голы. Теперь он забивает нам. Преимущество, как ни странно, на нашей стороне. Хоть мы и играем в гостях, по сути. Так, я бы, наверное, даже ничем ять не стал. Разве что мог бы Снейдер вместо Ла-Лана выпустить. На весь тайм. Поехали. Эль-Капитана выходит на поле. Лукаку. Ой. Вот это сейв. Снейдер. Ну. Нет. Браво сейв. Хорошо. С первой же минуты с нарвотами мы начали атаковать. Варгас. Хорошо, хорошо. Лукаку. Обратно Варгас. Убрать защитника и забить. Да. 4-2. Варгас суперкрасавчик. И в итоге сегодня дубль у Лукаку и дубль у Варгаса. Смотрите, как мы его убрали. Просто сделали. Эль-Капитана зарабатывает пенальти. И я думаю, он сам же и пробьет. Пике получается более желтый за подкат в ноги. Остается играть 20 минут. Мы ведем 4-2 и ворота соперника ставит пенальти. Нет, Лукаку простит. И Узу губль сделал. И Варгас сделал губль. Будет бить Снейдер. И Браво отбивает. Ах, нам так нужен был 5-й гол. Но он угадал. Снейдер. Ой, что делает? Снейдер. А где удар? Весли. Ну пробей, пожалуйста. Эмменики упал. Эмменики упал, это пенальти. Да вы, что смеетесь, что ли? Где там пенальти было? Ну-ка, смотрим. Повтор, Матюйди. Эмменики в подкате падал. Он сам упал, это пенальти. Вот это лол. Ладно, у нас, в принципе, преимущество в два мяча. Может быть, Кролл даже засейвит. И остается играть всего лишь 3 минуты. Концовка будет напряженной. Так, куда будет бить Шурли? А, нет, Чави будет бить. Он же Хави. Ну давай. Может, вообще, по центру он поднется в сегури, а? Нет, я угадал! Ну как я не засейвил? Блин, вот это обида. Ну, посмотрите, я узнал, куда он прыгнет. Просто миллиметров не хватило. Прямо над кончиками пальцев принял мяч. Ну что ж, 3 минуты, 4-3 счет. Лукаку, хорошо. Пас на Снейдера между ног, забивай! Браво. Главой. Уэсли Снейдер мог сейчас забить. Нет, нет, нет. Овсадь был, о, кру! Вот это сейв. Но это угловой, ребята. Это угловой, но с углового уже не забивал. Джей Родригес пропрыгивает мимо. Иминик с мячом. У него нет вратаря. Сантон! Что за пас отвратительный? Я на Лукаку пытался отдать. Все, мы выиграли. Если бы Лукак в пустынши забил, было бы супер шикарно, но... Мы выиграли и так. 4-3. Супер-мега важные 3 очка в 4-м дивизионе. Ух, мы борцы, ребят. Мы реально борцы. Мы пропускаем. Из-за слабости игры, из-за того, что все здесь завязано на скорости, а забиваем свои мячи. Ну, не всегда, конечно, прямо уж так интересно, да, и комбинационно. Я стараюсь все равно так играть. Итак, дубль Варгаса, дубль Лукаку. Варгас еще и 2 гривых отдал, 1 гривой отдал. Вообще кабуль. И еще один мяч забил. Никто у нас не забил, мы же 4-3 выиграли. И целых 397 монет мы за это получаем. Прекрасно. Если кто напишет, типа, включи улучшения, чтобы давали по 1000 монет, все, у меня этих улучшений больше нет. Все были использованы. Итак, 9 очков. Одно очко нам нужно, чтобы остаться. Чтобы остаться в этом дивизионе. В следующем мы уже не перейдем, но тенденция положительная есть. Итак, на серебряный пак нам все равно не хватает. И я реально сейчас не знаю, как я буду вот так вот монеты зарабатывать и что делать. Но последние 2 матча мы выиграли. И выиграли в очень тяжелых поединках. И везде на один мяч лишь были, ну, превосходили соперника. Последний матч, который был до этих двух побед, когда мы 0-3 проиграли, опять нас игра прокинула. Но с помощью двух побед мы все-таки как-то смогли дать себе шанс на то, чтобы остаться в этом дивизионе. И надеюсь, мы в нем и останемся. А я не хотел никакие монеты открывать. Вот наш состав. Вот эти ребята выгрызли для нас 6 очков. Туре, наверное, стоило бы заменить на... Вот так, если только на Акбонну. Все остальные, в принципе, тоже уставшие. Маккарти просто шикарно сыграл. Он так там по флангу носился и назад возвращался, что любой атакующий полузащитник позавидовал бы. Ну, в общем, вот такой вот наш состав. Наверное, таким он будет на следующий матч. Спасибо за просмотр. С вами был Джек Шепард и счастливо.